Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники. Меня зовут Василия Плеханова. Я руководитель проекта FinTechStop, организатора профессиональных онлайн-событий. Сегодняшний вебинар, друзья, мы проводим с юридической компанией VBNP и в центре нашего сегодняшнего внимания персональные данные работников. И это, друзья, не случайно, потому что государство усилило контроль в сфере защиты персональных данных. И штрафы здесь просто за нарушение этих новых правил просто огромные. Поэтому наша с вами сегодняшняя задача разобраться, какие ошибки обычно допускают работодатели, какие штрафы могут за них грозить. И, в общем, чтобы вы были в курсе того, чтобы и не допускали подобных ошибок. А поможет нам в этом наш сегодняшний спикер Елена Черносвитова, руководитель практики трудового права VBNP. У Елены огромный опыт, 15 лет в сфере трудового права и среди клиентов компании от нескольких сотен работников до полутора тысяч. Поэтому опыт огромный, есть о чем рассказать, чем поделиться. Поэтому, друзья, у вас есть прекрасная возможность задать ваши вопросы. Ждем их в чате прямо под онлайн-трансляцией. С нами также сегодня Кирилл Щербаков, руководитель корпоративной практики VBNP. Поэтому и Кирилл будет помогать отвечать на вопросы. Поэтому, в принципе, вопросы любой сложности сегодня для нас не проблема. Ждем их в чате. А я с радостью передаю слово коллегам. Коллеги, вам слово. Спасибо большое. Коллеги, хорошего дня. Да, сегодня такая популярная тема, да. Наверное, одна из самых непростых тем. Последние несколько лет у нас пристальное внимание к персональным данным, все, что с этим связано. Да, мы стараемся защитить как само физическое лицо, так и компанию работодателя, да. Что же поговорим про персональные данные работников? Все мы прекрасно понимаем, что это, да. Это любые сведения, которые помогают нам идентифицировать человека. К нему относятся как и паспортные данные, да, прописки, так и личные какие-то характеристики, биометрические данные и так далее. Вот. Можно следующий слайд? По классификации персональных данных, да, у нас есть несколько направлений. Это общедоступные, да, которые, скажем так, у нас в постоянном обиходе находятся, которыми мы постоянно пользуемся. К таким относятся наше место проживания, наше место рождения, профессии, место работы и так далее. Есть специальные персональные данные, которые касаются религиозной приверженности, да, каких-то философских взглядах и так далее. Биометрические данные. То, чем мы сейчас все активнее и активнее в наше время пользуемся, да, мы и в повседневной жизни касаемся их. Биометрия у нас в наших телефонах зашита и в компьютерах, и на работе, да, всем знакомая система СКУД, с помощью которой мы попадаем в офис. И общественным транспортом, опять же, мы пользуемся, да, кто пользуется биометрией, оплачивает свои проезды и так далее. Вот. Ну и, конечно же, иные персональные данные, которые ни в одну из этих групп не попадают, да, но которые в процессе, скажем так, нашей жизнедеятельности, либо профессии, все равно мы запрашиваем и пользуемся, да. Как правило, это те персональные данные, которые в процессе нашей жизни и деятельности могут меняться. Это рабочее место, это стаж работы, это, скажем так, состояние сотрудника, находится он в отпуске, в ежегодном отпуске или в отпуске по беременности, родом и так далее и тому подобное. Вот. Для чего же нам нужна эта классификация? Она нам нужна для того, чтобы понимать, какие персональные данные, да, нам необходимы в нашей деятельности, как нам с ними работать, как нам их обрабатывать и как нам их защищать. И вообще, имеем ли мы право запрашивать те или иные персональные данные сотрудников. У нас есть минимальный объем персональных данных, да, для того, чтобы, например, трудоустроить сотрудника и для которых нам не требуется, например, его согласие. Соответственно, это паспортные данные, да, это данные в ПФР, да, чтобы мы могли отчитываться, это данные о трудовой деятельности, то есть минимальный набор, без чего мы не сможем его у себя идентифицировать, да, и ввести в трудовую деятельность. Все остальное, что касается трудовой деятельности, любое наше движение, любое наше направление требует от сотрудника согласия. Если вот мы вспомним прошлые года, как мы раньше работали с персональными данными, мы разрабатывали один какой-то универсальный документ, да, который максимально охватывал наши потребности, для чего мы запрашиваем у сотрудника персональные данные, причем пакет персональных данных был достаточно объемный, мы туда, как правило, складывали и все паспортные данные, данные на детей, и у нас были объемные анкеты, которые содержали данные о родственниках, там, чуть ли не до седьмого колена, и мы раньше всем этим активно пользовались, да, но настало время, когда нам сказали, что, как бы, ай-яй-яй, так делать нельзя. Вся информация, которая запрашивается нами у сотрудников, она должна быть четко определена и четко направлена, для чего нам та или иная информация, да, никаких обтекаемых, размытых тем не должно быть. Например, если мы, если у нас, допустим, сотрудник пишет заявление на налоговый вычет по своему ребенку, соответственно, такой сотрудник нам пишет заявление, в котором указывает, да, как раз-таки здесь четкая озвученная тема, данный наш сотрудник предоставляет нам копию свидетельства о рождении, свое заявление прилагает, и согласие заполняет о том, что он нам предоставил те или иные сведения, то есть это у нас такая раз в акции, и мы это свидетельство передаем дальше в инстанцию, в налоговую службу, да, и у себя мы копии уже остальные хранить не имеем права. Вот, также вернемся, что раньше у нас были достаточно объемные личные дела у сотрудников, которые содержали все копии документов, которые мы для трудоустройства всегда у них собирали. Сейчас мы все прекрасно знаем, что мы не имеем права хранить копии документов сотрудников. То есть сотрудник к нам приезжает для трудоустройства, да, предоставляет нам оригинал документов, Мы их проверяем, мы заносим всю информацию, которая нам необходима в систему, заключаем трудовой договор сотрудника, и все документы выдаем работнику на руки. То есть никаких копий у нас быть не должно. За это сейчас введены штрафы, и если вдруг мы где-то что-то оставим, это будет расценено с нашей стороны как нарушение закона. То же самое касается искан копий документов. Естественно, здесь сложнее определить, что у нас хранятся какие-то лишние документы, нежели в бумажном экземпляре, но тем не менее тоже к этому нужно внимательно относиться. Либо если мы некую базу таких документов храним, у нас есть ряд документов, которыми мы можем пользоваться достаточно часто. Например, если у нас сотрудники часто выезжают в командировки, в том числе международные, чтобы каждый раз не запрашивать паспорт, загранпаспорт у сотрудника, мы можем такие данные хранить. Но для этого мы как работодатель должны все эти сведения обезопасить, чтобы никакого лишнего доступа у нас не было. Давайте еще раз вернемся к тому, для чего нам нужны персональные данные. То есть мы должны четко обозначить несколько направлений, каким образом, а для чего мы будем их обрабатывать. Можно следующий слайд? Так. Условия обработки персональных данных. То есть обработка персональных данных у нас должна производиться на законной и справедливой основе. Персональные данные должны ограничиваться достижением конкретных целей. То, что, собственно, я сейчас вам озвучила. Заранее должны быть эти цели определены. И опять же, они также должны соответствовать закону. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных также должны соответствовать заявленным целям обработки. При обработке должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях их актуальность по отношению к целям обработки. Что значит актуальность? Допустим, у нас сотрудник при трудоустройстве предоставил, опять же, персональные данные. В том числе, там есть сведения у нас о месте прописки, да, там семейное положение и так далее и тому подобное. Допустим, ну, пришло определенный промежуток времени, подается компания, например, на сертификацию, да, этот сотрудник задействован. Соответственно, мы должны подать также по нему сведения, те же самые персональные данные и место прописки. И в этот момент мы понимаем, что наши персональные данные устарели, да, сотрудник нас не уведомил, мы не обновили, что у него место прописки изменилось. Ну, или, в принципе, любые другие сведения, да, что там, допустим, мы сотрудника направляем в командировку, мы берем с него согласие, и мы понимаем, что у сотрудника, например, есть несовершеннолетний ребенок, которого ему не скидно вправить. Это тоже, собственно, влияет на нашу обработку персональных данных, да, на направление, на нашу деятельность. Следующее, хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определять субъект персональных данных. Не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных. Опять же, по срокам, что мы можем говорить? Пока сотрудник находится у нас в компании, мы обрабатываем его персональные данные. Как только он увольняется, соответственно, мы должны прекратить персональные данные. Либо, если в компании у нас есть часть контрагентов наших клиентов, да, с которыми мы взаимодействуем, либо, опять же, есть компании, с которыми мы работаем, например, в части ДМС. Мы по сотруднику подаем данные, пока мы с этой компанией работаем, пока она страхует наших сотрудников, мы ей сведения передаем. Как только мы расторгаем договор с той или иной компанией, либо меняем, да, оператор, соответственно, мы должны отозвать все согласия у той компании по нашему сотруднику, вот, и передать их сведения в данном. То есть нам на постоянной основе необходимо проводить некий аудит персональных данных, чтобы у нас не оставались данные по сотрудникам, которые уже вышли из нашей компании, и, опять же, чтобы наши персональные данные не хранились в компаниях, с которыми мы перестали работать. Можно следующий слайд? Перейдем к ошибкам, которые мы, наверное, чаще всего сталкиваемся с ошибками. Возможно, кто-то внутри компании сам через эти ошибки проходил, да, исправляли их. Мы их вывели в некий такой список. На первом месте, да, у нас по популярности ошибки, к сожалению, когда у нас в компании, в принципе, отсутствует политика обработки персональных данных, да, либо это политики, которые разрабатывались много-много лет назад, и сейчас они не актуальны, так как за последние несколько лет на постоянной основе у нас происходит множество изменений, да, которые мы не отражаем в этих политиках. Помимо этого, да, политики, если у компании есть свой сайт, мы, нам необходимо публиковать эти документы, они должны быть в общем доступе. Это открытая информация, которой пользуются, собственно, как сотрудники, так и контрагенты, которые с нами работают. Также, помимо того, что в компании отсутствуют либо неактуальные такие документы, очень часто сталкиваемся с тем, что при наличии такого документа отсутствует ознакомление сотрудникам с этим документом. Это может быть электронный формат ознакомления, да, это может быть и письменный на бумажном варианте формат ознакомления, но он должен быть. Вот, если, опять же, у нас какие-то изменения, корректировки, редакция новая утверждается в компании, то есть со всеми этими изменениями мы также должны знакомить наших сотрудников. Так, также одно из сейчас распространенных нарушений, это когда отсутствует уведомление Роскомнадзора или неверно заполнено уведомление, как бы мы корректировку не подавали о том, что мы занимаемся обработкой персональных данных сотрудников. Соответственно, нужно посмотреть, чтобы у нас все эти документы были актуальны, чтобы уведомления были поданы, уведомления мы подаем до начала обработки персональных данных. Если у нас, опять же, происходит изменение об изменениях, мы также уведомляем Роскомнадзор, как правило, там раз в месяц до 15-го числа следующего месяца. Еще одна из очень распространенных ошибок, когда мы в компании не назначаем ответственных за обработку персональных данных и не утверждаем перечень лиц, кому доступны персональные данные. Если худо-бедно, мы еще иногда видим приказы, что ответственными, как правило, назначают кадровиков либо бухгалтеры по расчету заработной платы, в редких случаях юристов, то, как показывает практика, перечень лиц внутри компании гораздо шире, кто пользуется персональными данными и кто по ошибке может их распространить. Например, в компании, если есть, допустим, сотрудник охраны, который занимается пропускной системой, оформляет новые пропуска и так далее, он априори становится участником по обмену персональными данными, потому что он ими пользуется, он оформляет временные пропуска либо постоянные пропуска. Если при оформлении он еще как-то контролирует, то, когда сотрудник у нас увольняется, либо это гость уходит, по уничтожению, по удалению персональных данных, как раз-таки у нас здесь бывает проблема. Про эти моменты у нас забывается. Опять же, это могут быть юристы, у нас могут быть определенные истории внутри компании, когда мы можем участвовать в судопроизводстве, когда применяются персональные данные, да, и юристы, опять же, активно пользуются этими сведениями, но они не включены в перечень тех сотрудников, которым доступны эти данные. Бухгалтерии активно пользуются, опять же, либо, опять же, у нас есть офис-менеджеры, секретари, которые оформляют визы, которые покупают билеты, бронируют гостиницы, соответственно, у них также есть доступ к персональным данным. Ну и, собственно, перечень таких сотрудников, он может быть достаточно широким. Вот, поэтому, опять же, на это тоже нужно обращать внимание, все эти документы нужно пересмотреть, да, и при необходимости актуализировать. Такие документы нужно не забывать хотя бы раз в полгода проверять, обновлять, дополнять, либо убирать, да, нам не нужно, чтобы у нас хранились старые неактуальные сведения. Еще одно из таких, из частых ошибок, это хранение данных в базах, которые не находятся на территории Российской Федерации. С такой проблемой мы столкнулись после того, когда в нашем отношении, да, там, мы встретились с рядом санкцией, когда многие компании у нас начали покидать территорию нашей страны, опять же, мы пользовались ресурсами иностранными, и после того, как они начали покидать нашу территорию, мы поняли, что наши персональные данные хранятся в иностранных источниках. Такого быть не должно, у нас в законе четко прописано, что все персональные данные должны храниться только исключительно на территории Российской Федерации, да, и базы данных должны быть сертифицированы, и должны быть защищены, и должны быть в перечине у Роскомнадзора. Вот, на это тоже обращаем внимание. Так, еще одна ошибка – осуществление сбора и хранения лишних документов, содержащих персональные данные сотрудников. Это то, как раз, о чем я ранее говорила, да, когда мы на всякий случай собираем лишние документы, а вдруг в будущем пригодятся нам, опять же, там истории про родственников, про детей, либо про прошлые места работы. Мы собираем только тот перечень документов, который нам необходим. Если вдруг у нас в будущем возникнет потребность собрать дополнительную информацию под какое-то конкретное событие либо действие, ну, допустим, мы, я не знаю, мы захотим отправить сотрудника на обучение либо на стажировку за границу, да, в таком случае мы будем уже в индивидуальном порядке собирать пакет документов, который нам необходим для реализации этого мероприятия. Все, что лишнее, мы убираем. Еще одна ошибка – подмена целей обработки персональных данных. Когда мы берем согласие под одну цель, а в итоге мы это согласие потом подаем при использовании абсолютно разных. Мы, например, берем согласие на обработку персональных данных для прохода на территорию и думаем, что у нас согласие есть, но сотрудник же нам дал его, и мы его потом передаем, когда мы можем переходить на зарплатный проект, опять же, ДМС, либо какие-то внутренние истории, когда мы создаем разные кейсы мотивационные, например, там, фитнес направляем сотрудника, да, там, с ним подписываем, то есть в этих случаях у нас не может быть, опять же, одного универсального согласия, мы под каждое действие делаем отдельный документ, в котором четко прописано, что я как сотрудник даю свое согласие на обработку персональных данных для заключения договора, например, со спортивным комплексом, либо для заключения договора на оказание медицинских услуг, то есть у нас каждый отдельный документ должен выйти. Так, несвоевременное реагирование на запрос работника о персональных данных, не уничтожение персональных данных. В последнее время все чаще сталкиваемся, когда это вот касается сотрудников, когда мы на этапе подбора общаемся с людьми, когда они к нам приходят на собеседование, мы, соответственно, с ними подписываем согласие на обработку в случае, когда он заполняет анкету, когда мы по нему можем брать рекомендации у прошлого работодателя. В этом случае обращаю внимание, что для обращения за рекомендацией к прошлым работодателям мы у потенциального сотрудника, у кандидата, должны взять отдельное согласие, в котором он четко будет прописано, что он согласен на то, что мы будем запрашивать по нему дополнительную информацию у прошлых его нанимателей. Вот, в случае, когда сотрудникам у нас не происходит дальше любви, да, мы не заключаем трудовые отношения, мы обязаны уничтожить все данные, которые он нам ранее предоставлял. В этом случае все чаще сейчас бывшие наши кандидаты обращаются с заявлениями, с просьбой, чтобы мы предоставили им информацию о том, что все данные удалены. Так как они уже сталкивались с недобросовестными нанимателями, когда они просто, вот те данные, которые ранее были предоставлены, они себе сохраняют в некую копилочку для истории, чтобы они понимали, кто и что за кандидат к ним приходил, что в будущем не собирать эти данные. Это неправильно, так делать нельзя. Так, еще одно из нарушений использования некорректного бланка согласия на обработку персональных данных, это опять же из истории устаревших документов, устаревших форм, которыми мы когда-то давным-давно пользовались. Сейчас как бы у нас формы максимально упрощены, максимально конкретизированы, опять же убрали все вот эти обтекаемые формулировки, вот, и поэтому пользуемся новыми бланками, новыми формами, заполняем при каждом необходимом действии и, собственно, храним это в личном деле сотрудника, пока у нас такая потребность, скажем так, не закончится. Так, ну и основное тоже, основная ошибка – это игнорирование проведения аудита работы с персональными данными. То, что я, в принципе, ранее говорила, упоминала, да, то есть нам необходимо, нужно проверять документы по персональным данным, то, что мы храним, чтобы у нас не было захламленности, опять же, чтобы мы не налетели на штрафы. В случае проверки, чтобы у нас все документы были в актуальном состоянии. Вот, перейдем к следующему слайду, перейдем к ответственности по нашим данным. Есть за что можно привлечь к ответственности, да, здесь несколько тезисов выделили. Устная форма у нас не работает, да, мы каждое свое действие подкрепляем документами на законодательном уровне. Невыполнение оператором обязанности по публикации, по обеспечению безопасности персональных данных, по уничтожению персональных данных, то есть за это тоже мы несем ответственность. Несет ответственность работодатель, либо оператор обработки персональных данных. Невыполнение оператором в сроки, установленные законодательством пребывания субъектов персональных данных, либо уполномоченного органа об уничтожении персональных данных, их блокировке или уничтожению. Собственно, это то, о чем мы ранее говорили. Вот те ошибки, собственно, которые я ранее озвучивала, за них мы и несем ответственность. Невыполнение оператором при обработке персональных данных без использования средств автоматизации обязанности по соблюдению условий, обеспечивающих в соответствии с законодательством сохранность персональных данных. При хранении материальных носителей персональных данных, исключающих несанкционированный к ним доступ. Можно следующий слайд? Так. Невыполнение оператором, являющимся государственным или муниципальным органом, предусмотренной законодательством обязанности по обезличиванию персональных данных, либо несоблюдение установленных требований или методов по обезличиванию персональных данных. Ну, собственно, в принципе, все госструктуры у нас, которым попадают персональные данные, операторы обработки персональных данных, как правило, у них все это шифруется. И в крайне редком случае, когда может происходить утечка. То есть за это, если мы нанимаем такого оператора обработки персональных данных, вот, то в этом случае они несут ответственность. Ну, для примера, да, мы сейчас все активно пользуемся госуслугами, мы пользуемся сайтом-центром занятости, да, они тоже являются операторами обработки персональных данных, у них встроены свои системы, свои шифровальщики, да, и доступ несанкционированный поступить к персданам очень сложно. Кого можно привлечь к ответственности? В первую очередь ответственность за распространение персональных данных несут работодатель, а также ответственные лица, которые занимаются сбором и обработкой персональных данных. Это как раз-таки мы вернемся к тому перечню лиц, о которых мы ранее говорили, да, кто сталкивается, кто работает с персональными данными внутри компаниям-работодателя. И также к ответственности можно привлечь оператора, который занимается обработкой персональных данных. Он также несет ответственность за сохранность личных данных, да, за утечку, за нераспространение. Например, у нас сейчас активно, да, пользуется такая услуга, мы все переходим, многие компании переходят на электронные кадровые документы обороты. Соответственно, как правило, мы пользуемся компаниями, которые нам предоставляют платформы, на которых мы разворачиваем, да, персональные данные сотрудников, с помощью которых у нас происходит цифровой обмен документами. Мы уходим от бумажных документов и переходим на электронные документы. Соответственно, такая компания должна быть сертифицирована, она нам должна предоставить документы и заключение от Роснадзора о том, что они соответствуют всем требованиям, которые необходимы, да, по защите, по хранению персональных данных, по передаче персональных данных. Опять же, чтобы у них защита электронных ключей, с помощью которых мы производим подписание документов, также соответствовало всем требованиям. Вот, и, соответственно, при переходе, опять же, на такой вид обмена документами, мы с каждым сотрудником должны заключить, подписать согласие на обработку персональных данных, да, в электронном формате, что они дают нам согласие, что мы будем работать в таком, в такой форме. В случае, если сотрудник отказывается, да, мы ни в коем случае с ним не расстаемся, это его право, мы с ним продолжаем работать также на бумажных носителях. Следующий слайд. По персональным данным, да, как мы видим, у нас есть несколько видов ответственности. Это у нас дисциплинарная ответственность, такая, как правило, накладывается на сотрудников внутри компании, у работодателя, да, по чьей вине произошли нарушения в плане обработки, защиты, либо утечки персональных данных. Материальная ответственность применяется в отношении, опять же, сотрудника и работодателя, если работник также допустил ошибку, либо сам работодатель, да, недобросовестно отнесся в защите персональных данных. И, собственно, здесь уже применяется материальная ответственность, то есть также выписываются штрафы, которые необходимо оплатить в случае, если у нас произошла более серьезная утечка персональных данных, и она повлекла, скажем так, ущерб, нанесла ущерб сотруднику, да, либо раскрыла какие-то данные, которые, опять же, повлияли на репутацию и прочее, либо произошло хищение данных, либо произошло хищение денежных средств, да, получили к счетам работника, то здесь, опять же, через суды устанавливается мера ответственности и налагаются помимо штрафов на работодателя, да, как на компанию, как на юридическое лицо, так же там назначается и, как сказать, моральное, за нанесение морального вреда, да, там тоже денежная компенсация. Помимо материальной ответственности у нас есть административная, это все виды ответственности, предусмотренные статьями 13.1, 19.4, 19.5, 19.7. За допущение нарушения предприятия могут взыскать штраф в бюджет, а также компенсация пострадавшему. И, соответственно, уголовная ответственность становится следствием, как раз-таки наиболее серьезных нарушений. Это помимо того, что мы материально должны все компенсировать, соответственно, наш работодатель, либо оператор обработки персональных данных, ответственное лицо, да, несет уголовную ответственность. Следующее, мы перейдем к размерам штрафов, да, которые у нас налагаются за нарушения. Можно следующее слайд? Как мы видим, да, вот из приведенных примеров, за утечки персональных данных за нарушения, это у нас одни из самых высоких штрафов, которые, в принципе, у нас могут применяться к работодателю, либо к оператору. За обработку персональных данных без согласия владельца для должностного лица от 100 до 300 тысяч, для работодателя, для юридического лица от 300 до 700 тысяч. При повторном нарушении, соответственно, эти цифры у нас вырастают. В первом случае для должностного лица от 300 до 500 тысяч, для юридического лица до полутора миллионов. За разглашение персональных данных аналогично для должностного лица от 100 до 300 тысяч, для юридического лица от 300 до 700. При повторном нарушении также у нас штрафы увеличиваются. Следующий слайд. А также у нас штраф применяется за нарушение правил обработки биометрических персональных данных. Это вот наши небезызвестные системы СКУД и прочее. Для должностного лица от 100 до 300 тысяч, для юридического лица до миллиона. Нарушения в сфере защиты персональных данных. Если мы рассовестно обрабатываем, если у нас нет защищенной базы, где все это хранится. Для должностных лиц у нас от 4 тысяч до 10 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей до 40 тысяч рублей, для юридических лиц до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении, соответственно, все эти цифры у нас увеличиваются. Более того, сейчас в 2025 году также предполагается доработать и также ужесточить еще требования к обработке персональных данных. Сейчас, опять же, активно подключается Роскомнадзор. Он также будет просматривать, более пристально смотреть, контролировать компании, которые подали сведения и уведомления и не подали. Соответственно, здесь у нас, скорее всего, в начале следующего года будет направлен прям ряд требований многим работодателям о предоставлении сведений, когда подавались, либо не подавались уведомления по обработке персональных данных. Также обращаем внимание, что те компании, у которых есть иностранные учредители, либо в свое время они являлись на территории Российской Федерации представителями, обратите внимание все же, где у нас коммуницируется, где у нас хранятся персональные данные. Потому что если вдруг окажется, что персональные данные у нас передаются на иностранный сервер, без согласия, опять же, того же Роскомнадзора и без его уведомления, здесь у нас штрафы могут достигать до 15 миллионов рублей. Как бы это все очень серьезно, все очень строго, и опять же, есть такой риск, что компании на период разбирательства могут заморозить его деятельность. Поэтому все, что касается персональных данных, нужно отслеживать, нужно контролировать и нужно четко за всем этим сходить. Коллеги, кратко, да, обрисовала ситуацию? Думаю, она для вас не новая. Можем, наверное, приступить к вопросам, либо, возможно, Кирилл, есть у тебя что добавить? Да, здравствуйте, коллеги. Спасибо, Елена, за информативное выступление. Я, по возможности, постарался на ряд вопросов отвечать, пока в процессе выступления, но некоторые вопросы требуют более развертых пояснений, в частности, какие документы необходимо оформить в результате в порядке по защите персональных данных компании. Можешь ответить сразу на этот вопрос? Лена? Прошу прощения, у нас немножко связь прервалась. Кирилл, можешь еще раз повторить? Да, вот в частности вопрос, какие документы необходимо оформить в обязательном порядке по защите персональных данных сейчас в компании, чтобы минимизировать риски ответа. В первую очередь, нам нужно актуализировать политику об обработке и защите персональных данных, если она была, но устарела, либо, если ее не было, соответственно, ее нужно разработать, с ней нужно ознакомить, ее нужно опубликовать на сайте компании, либо, опять же, на внутреннем каком-то корпоративном портале. Помимо этого, нам нужно пересмотреть все формы, все бланки, согласие, согласие на обработку персональных данных. Нам нужно пересмотреть, доработать обязательства, а не разглашение персональных данных. Это как раз таки касается тех сотрудников, которые связаны с перс-данными, которые ими пользуются. Соответственно, нам нужно понимать, где у нас в компании применяются персональные данные. Например, у нас в офисе есть система видеонаблюдения. Мы не можем просто так сказать, ну вот как бы у нас висят таблички, да, предупреждения, что в офисе ведется видеосъемка. Нам с каждого сотрудника также нужно получить согласие на то, что в компании ведется видеонаблюдение, и что все эти сведения, да, там определенный период времени, они хранятся на сервере компании, и в дальнейшем они могут быть использованы. Для чего они могут быть использованы? Например, в офисе произошло хищение, либо произошло проникновение, да, соответственно, в случае разбирательств будут подниматься видеозаписи за определенный период времени. То есть сотрудников нужно об этом, обо всем уведомлять. Опять же, если у нас в компании есть биометрия, есть у нас скуд, когда мы по карточкам заходим, как бы это стандартная история, как бы здесь у нас не нужно какого-то эксклюзивного определенного согласия, но сейчас все чаще сталкиваемся, когда мы заходим, например, по отпечатку пальца, это уже биометрия. Соответственно, на такую биометрию нам от сотрудника также необходимо взять согласие. Если сотрудник отказывается, да, предоставить свои биометрические данные, там, палец, сетчатку глаза и так далее, это его право, мы не имеем права его заставлять, значит, нам нужно найти выход, как правило, такая скуд-система, она опять же может заменяться стандартной карточкой, значит, он будет ходить у нас по карточке. Есть, естественно, компании, в которых, скажем так, это обязательное условие, как правило, это госкорпорации с какой-то безумной системой защиты, там все это очень подробно прописано, прописывается, как правило, да, и сотрудники, в принципе, уже понимают, на что они идут, и они такое согласие подписывают. Вот. Какие еще документы у нас нужны? Так, соответственно, у нас в компании, помимо политики, у нас должен быть издан приказ, в котором как раз-таки мы фиксируем перечень лиц, у кого есть доступ к персональным данным, сотрудники должны быть ознакомлены и, собственно, нести за это ответственность. У нас в политике должно быть прописано, каким образом у нас происходит обработка, каким образом у нас производится защита персональных данных, если это у нас все внутри компании, своими силами осуществляется. Если мы привлекаем третье лицо контрагента, которое на стороне, да, у нас обрабатывает, коммуницирует персональные данные, мы пользуемся их услугами, ну, такая история часто бывает, когда у нас, например, представляют третьи лица, третьи компании, там, услуги по сопровождению бухгалтерскому, кадровому, когда это не внутри компании происходит. Соответственно, при таких действиях у нас, нам, сотрудников, также необходимо уведомлять, от них также получать согласие. Более того, компания, которая будет заниматься оператором обработкой данных, она нам должна предоставить полный пакет документов по защите, по сертификации, что на самом деле, как бы, риски минимальные, и они в соответствии с законом производятся действия. Да, спасибо, Елена. Смотри, если обобщить еще ряд вопросов, более-менее схожих, интересует вопрос уничтожения персональных данных при увольнении, то есть, насколько я понимаю, речь идет о том, что есть, с одной стороны, обязанности работодателя, да, по взаимодействию с налоговыми органами, да, там, ответом на запросы прокуратуры, иных органов по передаче в архив, там, кадровая документация. Вот как это соотносится с обязанностью уничтожать персональные данные после отзыва согласия субъекта персональных данных, либо после увольнения? Ну, смотрите, у нас здесь несколько вариантов, да, повторюсь, вот вернусь, то, что я ранее рассказывала, у нас есть кандидаты, которые приходят, анкеты заполняют, скажем так, это документы, которыми пользуется работодатель. Соответственно, после того, как у нас прекращается взаимоотношение с таким физическим лицом, да, либо с таким работником, когда он пишет заявление, документы подобного характера мы уничтожаем. Если мы говорим про трудовую историю с сотрудником, да, про персональные данные, повторюсь, у нас есть минимальный пакет персональных данных, который мы не уничтожаем, на которых у нас все завязано. Более того, если мы говорим про трудовые договоры, приказы и прочее, и прочее, мы это храним, да, в соответствии с перечнями. У нас там есть срок хранения и 5 лет, и 75 лет по номенклатуре, и, соответственно, мы вразрез с этим не идем. Мы говорим про дополнительные документы. Если, опять же, мы говорим про историю, что у нас в компании присутствуют системы СКУД, видео, фотофиксации и прочее, и прочее, у нас, опять же, есть определенный срок хранения такой информации, например, месяц, через месяц мы обязаны все это удалить. Помимо этого, видела, да, там тоже мельком писали, когда сотрудник увольняется, и у нас еще расчет с сотрудниками идет, отчетность налоговую, здесь у нас, естественно, мы сразу категорически все не удаляем. У нас, как правило, по сотруднику еще внутренние внутренние отчетности, внешние отчетности могут быть еще на протяжении года, а то и больше. Но, опять же, там тот объем информации, он в системе зашит. То есть это не какие-то документы, которые нам необходимо здесь и сейчас удалить. У нас сейчас все в электронном формате, весь обмен происходит. И, собственно, мы говорим больше, наверное, все-таки про бумажную историю, либо про цифровую историю, которая у нас дополнительно к основным мероприятиям происходит. Например, у нас в компании проводился конкурс на лучшего сотрудника, да, там, либо обучение проходило внутреннее, которое, там, не влияет на уровень образования, там, высшее, там, среднеспециальное и так далее, да, или о том, что он, там, прошел повышение квалификации, либо получил очередной доску по электробезопасности, да, то есть это его профессиональное, оно с ним остается. И, как бы, эти данные, они будут у нас в системе, в ЗУП, например, отражаться, либо в бухгалтерии, да, но на бумажных носителях у нас не будет. Все документы, которые он нам с собой приносил, и которые мы обязаны ему были выдать на руки, мы выдали, все лишнее мы убираем. Также у нас бывает ряд документов, которые мы сотрудникам оформляем, например, доверенности, которыми сотрудники активно пользуются, да, соответственно, после прекращения трудовых взаимоотношений, да, с таким сотрудником, также мы должны аннулировать все доверенности, мы должны из всех баз убрать его данные, особенно это касается, когда мы на сотрудника оформляем доверенности в сторонние компании, например, там, на почту, да, он ходит получать документацию, или в банк с определенными полномочиями выдвигаться, то есть в эти компании мы сразу должны подать уведомление с просьбой об аннулировании доверенности, об уничтожении его персональных данных. У нас персональные данные, его остаются внутри только те, которые связаны с его трудовой деятельностью, с его трудовым стажем, с выплатами и так далее, тот минимум, который нам необходим для будущей отчетности, потому что на протяжении еще нескольких лет те же налоговые, пенсионные и так далее, они у нас будут запрашивать данные. То есть фактически мы можем хранить данные доверенности, да, там, в целях предоставления в налогов или иные органы, то есть в целях исполнения законодательства в отношении данных документов. А как быть с точки зрения, например, обычных контрагентов? Ну, у нас есть срок обжалования, да, там, в общем, правильный, три года по коммерческим спорам, да, вот если вопрос полномочий остается с суденом, например, сотрудника, была ли туда на доверенности, хранится ли она, то справили ли мы хранить данные доверенности хотя бы, там, три года в оригиналах с компании, даже она или нет. ну, вообще, скажем так, доверенность, она у нас действует тот срок, который, собственно, у нас указан в доверенности, прописан, на какой он срок выдается, там, на год, на два, на три, то есть этот период времени она действует. Опять же, если у нас сотрудник увольняется, да, там, ну, либо уходит на другую должность, и, собственно, он перестает выполнять те или иные полномочия, да, эта доверенность, она ему уже, как бы, не нужна. мы ее должны в текущей дате аннулировать, как бы, и хранить, мы ее не имеем права уже. Это документ, который уничтожается. Я понял. У нас есть, у нас есть журнал регистрации доверенности, грубо говоря, где у нас история хранится, по которой мы можем отследить, потому что там все равно, как сказать, краткое описание пишется, для каких целей была выделена. Как правило, сама доверенность в этих случаях, она уже не будет. не нужна. Спасибо. У нас вопросы поступают быстрее, чем на них успеваем ответить. Спасибо, уважаемые зрители, за такое активное участие. Я думаю, что мы в таком формате сейчас, наверное, на все ответить не сможем. Мы постараемся обобщить тогда общие вопросы и уже предоставить ответы более индивидуально, потому что действительно, вот, огромное количество поступает. не прекращаясь. Спасибо, Елена, в любом случае, тебе за выступление, оно было достаточно информативным, интересным. Ключевые ответы по вопросу после обобщения, анализа, а также на те, которые поступят нам в ближайшее в ближайшее время. Мы постараемся разместить нашим телеграм-канале, предлагаем вам подписываться. У нас довольно много вебинаров, до иных мероприятий проходят. У нас на экране есть, соответственно, ссылочка, можно по ней перейти. И будем рады ответить на любые дополнительные вопросы. Спасибо еще раз, Лена, тебе большое спасибо. Спасибо большое за вопрос. кто-то хочет, да, будем рады. Вот не совсем поняла вопрос. Так. Здесь вопрос. Какие документы так это я ответила? Пролистала уже, там вопрос был, какие трудовые обязанности обязательно необходимо прописать в трудовом договоре. Если не ошибаюсь, вопрос звучал так. Нам в трудовом договоре достаточно прописать трудовую функцию, на которую принимается сотрудник. Обязанности вы, конечно, можете прописать в трудовом договоре те должностные обязанности, которыми будет заниматься тот или иной работник. Но по практике могу сказать, что лучше трудовые обязанности прописывать все-таки в должностной инструкции, а в трудовом договоре оставить только трудовую функцию. Напомню, трудовой договор мы можем, пункты трудового договора мы можем изменить только по обоюдному согласию. Если мы говорим про должностную инструкцию, то здесь работодатель ее может дополнять, дописывать. Бывают, конечно, исключительные случаи, но мы все-таки склоняемся больше, чтобы должностные обязанности выводить отдельно. А там уже на свое осмотрение вы максимально подробно прописываете те необходимые обязанности, которые должны быть. В трудовом договоре может быть, даже лучше не на обязанности обращать внимание, а на ответственность. Если опять же мы говорим про сотрудников, которые работают с персональными данными, как раз таки эту ответственность лучше отразить в трудовом договоре. Да, с трудовыми договорами отдельная проблема, как текущий юрист по трудовым спорам, в частности, можно сказать, что если в трудовом договоре сфиксированы ключевые моменты, из-за которых сотрудник можно привлекать дисциплинарную ответственность, то это очень идет на пользу их задать. установлен режим работы, установлен какие-то ключевые моменты, на которые работник отвечает. Потому что документы, которые сотрудник подписал, их суды воспринимают гораздо лучше, чем локальный акт, который сотрудник не подписывал, с которыми он просто был знаком. И, разумеется, ряд моментов, которые действуют в отношении всех сотрудников на локальном уровне, это крайне важно иметь в компании в надлежащем области в этом виде, но какие-то ключевые моменты будут в другом распорядке, если они важны для конкретного работника и желательно сфиксировать у сторонников. отдельное мое мнение юриста уже именно который это в суде поднимал неоднократно. Спасибо, коллеги, в любом случае еще раз мы вопросы постараемся систематизировать и подготовить в нашем телеграм-канале и постараемся в интервью в интервью да, коллеги, мы вопросов очень много мы сейчас подробно все просмотрим подготовим ответы на нашем телеграм-канале более того в процессе диалога возможно у кого-то еще появятся вопросы можно будет их в комментариях задавать мы также постараемся ответить если вдруг будут какие-то очень интересные ситуации или потребуются наши консультации мы открыто готовы к общению спасибо Лена большое спасибо организаторам коллеги спасибо огромное Елена Кирилл действительно тема такая очевидно что злободневная по количеству вопросов и по тем аспектам которые волнуют представители работодателей видно что действительно есть над чем подумать и коллеги как уже наши спикеры сказали я вас приглашаю тоже в канал телеграм-канал bbmp потому что не только по сегодняшней теме вы найдете много полезной информации кстати буквально месяц или полтора назад проводили очень интересный вебинар тоже по ликвидации иностранных компаний нам до сих пор приходят запросы посмотреть ответы на других участников и мы переводим именно в телеграм-канал поэтому если вы пропустили этот вебинар то у вас есть прекрасная возможность посмотреть ответы на самые самые острые вопросы и в общем-то там практически на ежедневной основе идут обновления так что присоединяйтесь и будьте всегда в курсе всех самых главных новостей спасибо большое и да и видела тоже вопросы про видеозапись друзья видеозапись и презентацию всем разошлем прямо завтра завтра с утра ищите пожалуйста на вашей почте также мы разместим в нашем телеграм-канале поэтому обязательно не пропустите спасибо большое что вы сегодня с нами и до новых встреч спасибо спасибо большое до свидания спасибо 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 спасибо